Белгород – это полоска вдоль реки Везенка. Жизнь в основном была спокойной. Страна готовилась к Второй мировой войне. Началась Великая Отечественная война. 22 октября противник достигает Белгорода. Ты в любой момент мог оказаться среди заложников и просто-напросто проститься в жизни. Деньцы были добрые. Вначале особо никто не верил, что до границы сколько километров. Властовал, не говорили, что Гитлеры. Вечером легли спать немцы, утром проснулись наши уже в городе. С этого момента начинается коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Белгород фактически не был разрушен. Даже была инструкция – в бой с Т-34 не вступать. Впереди был победный 45-й. В мирную нормальную жизнь где-то в начале 50-х вошли. И вновь на территориях, когда-то бывшей арены ожесточенных боев в ходе Великой Отечественной, ездит немецкая техника. Как тогда, 80 лет назад, так и сейчас. Большие немецкие хищные кошки оказываются бессилы, хоть и мужество и стойкости русского солдата. Белгород – это бывший уездный центр Курской губернии и Курской области уже перед войной. Поэтому особой разницы между традиционным Белгородом и предвоенным Белгородом особенно нет. Был второй по величине в Курской области, Курской губернии. Ну, это маленький такой уездный, тихий, спокойный город. Несколько кварталов – это такая полоска вдоль реки Везенка. И вот, там, скажем, от Багдана-Хмельницкого и до вокзальной площади. Базарная площадь – это вот современный Примороженский собор, это, так скажем, административный центр. На месте нынешнего Центрального парка имени Ленина находился плодопитомник. Это уже было фактически за чертой северной границы города. Там выращивали различные саженцы. А вот там, где сейчас Дом Советов, наш Белый дом, как мы его между собой называем, чуть ближе к драмтеатру, где-то до середины нынешней площади, это был Новый Сквер. Это было, ну, любимое место отдыха, особенно в летнее время. Горожане, ну, вечернее, там танцы проводили. Вот это все, это было перед оккупацией, эти дома и были построены. И дома, и жилье, и школы, это все, вот именно в конец 30-х. В Белгороде пред войной действовал педагогический институт. Но это институт громко сказано. Тогда система образования была такая. Два года учишься и получаешь диплом учителя. На мой взгляд, самый большой клад был в образовании. Именно вот образование предвоенное. Именно можно сейчас много спекулировать о том, что было всеобщее образование до революции, но всеобщее образование, всеобщее – это изобретение большевиков, скажем так. В довоенном Белгороде строятся школы. Это не те маленькие церковно-приходские училища или церковно-приходские школы, которые были по городу, их было очень много. Но это были маленькие, там, воскресные школы были, когда только учились по выходным дням. Это уже нормальные, нормальные средние школы. Причем они строились с размахом. И эти школы существуют до сих пор. Это вот первая школа, сейчас там располагается начальная школа, первая школа, это вот улица Чемчево. Это народный бульвар, бывшая восьмая школа, сейчас она располагательная. Было на этот город шесть школ. Две, по-моему, семилетних, три начальных и одна средняя школа, которая десятилетку давала образование. Тогда стандартом было принято – это семилетнее образование. За обучение в старших классах приходилось платить. Если семилетка бесплатна, то вот дальше нужно было платить. Другое развитие – это бесплатное жилье для рабочих. Здесь строятся маленькие двухэтажные дома, бесплатное жилье для рабочих. Это вот улица Павлова. Эти домики, к сожалению, не были достроены до войны. Это же окраина города. То есть это вот пустырь, это выгон между Долгородским проспектом современным и Старым кладбищем. Это место было, так и называлось, выгон. Страна готовилась к Второй мировой войне. Было не до ландшафтного дизайна, не до каких-то архитектурных изысков. На город было два кинотеатра. Был городской драматический театр. Выпускалась городская и районная газета «Белорусская правда». Жизнь в основном была спокойной. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 22 июня 1941 года в 4 часа утра войска гитлеровской Германии и ее сателлитов атаковали государственную границу Советского Союза на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Уже в первые дни войны наш город оказался на военном положении. Уже 23 июня 1941 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР в городе, в том числе, начинается мобилизация в действующей армии. Начинается подготовка города к ведению боевых действий, если вдруг противник его достигнет. То, что на 22 июня 1941 года в Белгороде находился штаб и управление 145-й стрелковой дивизии, об этом как-то почти нигде не проходит информации. Эта дивизия находилась с лета 40-го года в Белгороде, когда 22 июня началась война, около 6 тысяч и белгородцев, и шебекинцев, и карачанцев, ну то есть ближайшие районы, были мобилизованы и призваны в армию и попали в эту дивизию. 19 октября немцы вошли на территорию Курской области, ну первыми захватили вот Грайверен, ракитная, ну и постепенно двигались, двигались. Боевых действий за сам Белгород не было в этот период. 21-22 октября еще задерживали немцев, но все равно они прорвали оборону. Уже 22 октября противник достигает Белгорода. То есть представляете себе, как быстро развивалось немецкое наступление. Несмотря на упорное сопротивление частей соединений Красной Армии, 24 октября 1941 года немецко-фашистские войска занимают Белгород, и на 20 месяцев город оказывается в оккупации. Не было того, чтобы сразу какие-то репрессии начались. Немцы же ведь пришли завоевывать территорию. Раз они пришли завоевывать территорию, то им нужны люди, которые будут обслуживать их, промышленные предприятия восстанавливать. А когда наши уходили из Белгорода, то взорвали ЦЭС, ну, электростанцию, мельницу номер 16, элеватор подожгли, когда уходили. Еще мост железнодорожный через Северский Донец тоже был подорван. Нужны, ну, грубо говоря, я так скажу, рабы для оккупантов, которые бы их обстирывали, обслуживали, восстанавливали предприятия, работали на них. Поэтому вот массовых таких репрессий в первые недели не было. Местные жители им просто мешали. Вот их особенно никто не расстреливал. Таких репрессий не было, их просто говорили, уходите. Причем уйти можно было спокойно. Наши же войска стояли на старом городе. Можно было уйти одно время через мост. Немцы не способствовали. Уходите, уходите, не мешайте. У нас тут, значит, сейчас война. 25 октября, ну, то есть на следующий день после оккупации, всем медицинским работникам было приказано выйти на работу, кто остался в городе. Немцы боялись всяких эпидемий, ну, чтобы, не дай бог, на немецкую армию не перекинулась. И поэтому медицине они уделяли внимание, чтобы гражданское население имело медицинскую помощь, медицинское обслуживание. Коммунисты не все же ушли, оставались в городе. И они обязаны были зарегистрироваться и еженедельно отмечаться, что он никуда не уехал, что он здесь же живет по этому адресу, что там не принимает участие никакой подпольной деятельности. Если коммунист не зарегистрировался, а все-таки узнали, что он коммунист, тогда расстрел. В документах много приводится случаев, что коммунисты, оставшиеся на оккупированной территории, в том числе и в Белгороде, при регистрации даже сдавали комендатуру свои ордена и медали, которые получали вот в 30-е годы. Окупация нашего города, она ничем не отличалась от оккупации других городов, европейской части СССР, занятых немецко-фашистскими войсками. Это террор, это насаждение так называемого нового порядка террористическими методами. Жестокость оккупации проявлялась в первую очередь не в том, что постоянные расстрелы, постоянные там какие-то карательные акции. Нет. Просто над тобой постоянно висел домокловый меч и всяких этих запретов о том, что ты в любой момент мог оказаться среди заложников и просто-напросто проститься с жизнью. Вы приходите на рынок, что-то поменять. Ну, молоко, например, хотите. Принесли какой-то пиджак или костюм, договорились по цене. Вы получили свое молоко, крестьянин получил костюм, который хотел. Но тут облава, потому что где-то на какой-то из улиц города и нашли или убитого немецкого солдата, или раненого. Облава. Хватает на рынке человек 20-30. И туда. Подвал аптеки номер 8. А рядом с базарной площадью, с рыночной, вот возле Преображенского собора, виселица стоит. Через день-два какая-то часть на виселице из-за этих заложников висит. Кто-то в дальнем парке расстрелян. Многие говорят, что немцы были добрые. Папа тоже был в оккупации. И он тоже говорил, что он ничего вкуснее жизни не ел. Ему дали кубик гематогена, немец дал. Это было такое, понимаете, ну, как вот собачка бежит, и мы ей косточку дали. А вот те люди, которые даже лет до 90-х я застал, они очень отрицательно относились к немцам. Это волна была такая, знаете, у нас немцы стояли, бабушка рассказывала, они добрые, подарили одеяло, да. Ну, моя бабушка тоже сказала, что подарили одеяло. Моя мама была маленькая, там, грудная, подарили одеяло какое-то. Первую неделю, вторую, запугивание, стращали, везде были расклеены объявления, что смертная казнь, расстрел, повешение, там. Недели через три они начали постепенно отпускать. То есть разрешили работу рынка. Ну, не целый день, там, по-моему, три или четыре часа в день. И то не всеми продуктами можно было торговать. Затем разрешили работу некоторых магазинов. Затем даже универмах открыли. Ну, по большей части он был рассчитан на немецких солдат. Была запрещена работа всех торговых предприятий, рынка. Был введен комендантский час с 18 часов до 7 часов утра. За нарушение комендантского часа – расстрел. Незаконно продаешь что-то, ну, пытаешься рыночную деятельность вести. Расстрел. Одной из форм этого террора был угон населения на работы в Германию. Таких людей называли остарбайтерами. От немецких слов «ост-восток», «арбайтер», соответственно, «рабочий». Многие ведь очень не вернулись оттуда после того, как закончилась война. Там и остались, погибли, умерли от непосильных этих работ, условий, когда недоедание, ну, полуголодное существование. Все мы знаем и слышали о трагедии, которая произошла в феврале 1942 года на Камышитовом заводе. Это также страница истории оккупации города Белгорода. Вот Камышитовый завод, Камышитовый завод. Ну, во-первых, мне не нравится, когда начинают говорить о том, что это белгородская хатынь. Их расстреляли, потом облили бензином и уже трупы. Ну, кто-то, может быть, и был тяжело ранен, потерял сознание. Но по большей части это были уже убитые наши граждане. Потом только подожгли. То есть это не хатынь в прямом смысле, что вот загнали в сарай, подожгли, и люди живьем сгорели. Нет, их расстреливали. Цифры, опять же, разные. Работая в архиве, изучая документы, я все-таки прихожу к мысли, что в этом Камышитовом сарае не 2000 человек было у них, даже не 1700. Около 700 человек. Но все равно, это трагедия, конечно. Просто в этот сарай 2000 не запихнешь. Его объем 4 метра высота, 7 метров ширина и 14 метров длина. Понимание того, что и сюда, на территорию Курской тогдашней области могут прийти немцы, уже стало приходить в августе. То есть если в начале, особо никто не верил, что до границы сколько километров, ну и тем более, что перед войной говорили только, что мы врага на его территории, разобьем, разгромим, а тут отступаем. Полностью вся территория современной Белгородщины была занята немцами и союзниками Германии летом 1942 года. В ходе наступать на операции Блау, той самой операции, которая в итоге закончилась Сталинградской битвой. Первые бомбы упали на Белгород вот как раз в августе, в конце августа. Рядом с горы с полкомом упало. Горы с полком располагались, где сейчас находится департамент судебный. Вот это уже были первые звоночки, того, что враг уже близко. И вот август, сентябрь, формирование партизанских отрядов, ну, по всей территории Курской области. Там больше 80 человек сформировали этот партизанский отряд. Оккупанты пришли, и партизанский отряд собрался. Почти половина отряда не пришло. По одной простой причине, что очень много железнодорожников включили в состав партизанского отряда. А железнодорожники, вот когда враг уже подходил, уже близко был к Белгороду, приказ был по НКПС, чтобы все машинисты, чтобы все кочегары, проводники, вагоновожатые, они как военно обязанные, но служащие в НКПС, они эвакуировались. Полностью отряд собрать не удалось. Немецкие власти открывают церкви, играют на религиозных чувствах. Ну, потом они открывают и школы. А образование? Восстановили работу. Не могу сказать, сколько школ, ну, восстановили. И в обязательном порядке вернули вот в образование закон Божий. И еще уроки проводили о восхвалении Гитлера, национал-социализма, ну, то есть с подтекстом на то, чтобы воспитывать в детях уважение к оккупантам. Есть воспоминания белгородства, тут мой учитель там ходил в эту школу, у них там были приветствия немецкие, они там говорили «Хай Гитлер», в начале класс вставал, они говорили «Хай Гитлер», они там импровизировали это слово «хай» по-русски, а мы там дразнили яйца. Под Сталинградом немецко-фашистские войска потерпели сокрушительное поражение, и Красная Армия начинает наступательные действия для того, чтобы, уже что называется, на крыльях Сталинграда дальше гнать врага с территории СССР. И вот в январе-феврале 1943 года проводится наступательная операция Острогожско-Рассашанская, Воронежско-Косторнинская операции, в ходе которых часть территории современной Белгородщины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, тогда же в феврале 1943 года начинается операция «Звезда», она же «Харьковская» наступательная операция. И вот в ходе этой самой операции 9 февраля 1943 года был освобожден Белгород. Сработал, что называется, фактор внезапности, потому что Красная Армия слишком быстро начала наступление, что немцы не успели должным образом подготовиться. Вечером легли спать немцы, утром проснулись наши уже в городе. Ну, понятное дело, тут с радостью в большинстве своем. Ну, те, кто сотрудничал с оккупантами, в той же полиции, те, кто участвовал в расстрелах, они же с ними и попытались уйти. Мы с вами находимся на улице, которая носит имя танкиста Андрея Попова, погибшего в боях во время первого освобождения Белгорода 9 февраля 1943 года. За моей спиной памятник танкисту Андрею Попову. Андрей Иванович Попов, командир взвода управления одного из танковых батальонов 192-й танковой бригады, в числе первых ворвался в город 9 февраля 1943 года. Чуть ниже, на пересечении улиц тогда еще Пионерской и Ленина, ныне Попова и Гражданского проспекта, танк Андрея Ивановича Попова был подбит. Сам он погиб в бою. Уже тогда, в 1943 году, улица Пионерская была переименована и стала называться улицей танкиста Андрея Попова. Есть устойчивый стереотип, что Андрей Попов ворвался в Белгород на танке Т-34. На самом деле нет. Если мы посмотрим список членов экипажа Андрея Попова, мы увидим там 7 человек. Танк, на котором Андрей Попов ворвался в Белгород, это средний танк М3С. Генерал Ли, он же генерал Грант. Это танк производства США. Такие танки поставлялись в СССР по программе Ленд-Лиза. Его экипаж как раз и насчитывал 7 человек. Именно на танке такой модели Андрей Попов ворвался в Белгород 9 февраля 1943 года. В конце февраля постепенно город начинает оживать. Допустим, выходит Белгородская правда уже под своим названием. Во время оккупации она выходила под названием Восход. И в ней содержались соответствующие материалы, прославляющие гитлеровскую Германию, союзников и, естественно, гневно клеймящие позором и нехорошими словами Советский Союз со стороны антигитлеровской коалиции. 12 февраля постепенно восстанавливалась работа всех тех учреждений советских. По большей части вернулись почти все руководители, которые ушли тогда с Красной Армии. Где-то к концу февраля в общем-то жизнь вошла в такое русло. Кстати, немцы тоже ЦЭС взорвали. Тоже мельницу номер 16 и ряд других. Тоже железнодорожный мост. Мы уходили, взрывали, немцы восстанавливали. Мы наступали, входили в город, немцы тоже. Все взрывали, мы восстанавливали. Битва, в которой были перемолваны лучшие кадры вооруженных сил Третьего Рейха, все-таки она не могла не оказать влияния на стратегический ход войны. И раз с этого момента начинается коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Уверенность была, что обратно ничего не вернется. Но, к сожалению, потом немцам удалось все-таки нанести ответный удар. 4 марта 1943 года немецко-фашистские войска начинают вновь бомбить Белгород. Затем переходит наступление. И 18 марта 1943 года немцы вновь занимают Белгород. Воспоминаниях заместитель начальника городского отдела НКВД по милиции Попов Владимир Никитович, он один из последних уходил из города и говорит, мы поднялись на Белую гору, это территория, где авторынок сейчас по студенческой находится, поднялись на Белую гору, город весь плал. Это в ночь на 18 марта. И город методично добивали, добивали, особенно, когда линия фронта стабилизировалась, немцы в центральной части города, наши за рекой. Северский Донецк, это как бы естественная граница между нашими и немецкими частями. Вот мы смотрим та же Багдана Хмельницкого улица, тот же проспект Ленина бывший, ныне там Свято-Троицкий бульвар, другие, ну, все разрушено, все разбито. Одни кирпичи и пыль. Затем наступает весенняя распутица, которую обе стороны начинают использовать для подготовки к летней кампании 1943 года. И уже там и окончательно будет понятно, как дальше пойдет Великая Отечественная война. Летом 1943 года на летнюю кампанию возлагалась очень большая надежда и в Красной Армии, и в Вермахте. Наши отселяли, немцы отселяли, но наши хотя бы более-менее условия отселяли. 25-километровая зона была, и вот в селах, которые находились за 22-километровой зоной, этих гражданское население расселяли. А немцы сделали просто. Они в апреле месяце собрали всех, обязали явиться, межрежедорожную станцию погрузили в вагоны, вывезли в сторону Полтавской области, и там прямо в поле всех выгрузили, и живите, и питайтесь, и в общем, как хотите, не особо беря на себя заботы. 5 июля 1943 года началась Курская битва, она в общей сложности длилась 50 дней и ночей. В ночь с 5 на 6 июля 1943 года командир взвода 2-го батальона 1-й гвардейской танковой бригады 1-й танковой армии гвардии лейтенант Вальдемар Сергеевич Шаландин получил боевую задачу вместе со своим взводом занять оборону в районе поселка Яковлево. Неожиданно появились немецкие танки. Подпустив противника на расстояние прямого выстрела танкисты открыли огонь из всех орудий. Экипаж Шаландина уничтожил два тяжелых и один средний танк противника однако в бою 34-ка Шаландина загорелась. Тем не менее танкисты продолжали вести бой. Уничтожили еще несколько десятков гитлеровцев противотанковое орудие и еще один танк. Рубеж был удержан. Танкисты удержали его ценой собственной жизни. Шаландин и его экипаж сгорели заживо в танке на том самом месте где экипажу была поставлена боевая задача. он шагнул в вечность в бессмертие. Посмертно был достоин звания Героя Советского Союза. В поселке Яковлево и в Белгороде его именем названы улицы. Также в Белгороде на доме номер 1 по адресу улица Шаландина находится мемориальная табличка с его портретом. А в поселке Яковлево танкисту поставлен памятник. Если брать 41-42 год первого освобождения Белгорода, Белгород фактически не был разрушен. Ну, за исключением промышленных предприятий и железнодорожного узла, который в общем-то быстро восстанавливали. А вот именно с 7 марта и до 18 марта, когда Белгород второй раз был оккупирован, тут, конечно, город разметали, разносили по бревнышку. Именно в этот период город очень пострадал, особенно центральная часть города. И многие жители стали уходить по окрестным селам, деревням, к родственникам. Понятно, какая-то часть опять эвакуировалась вместе с нашими частями Красной Армии. Курская битва включала в себя два этапа. Первый этап оборонительный, второй этап наступательный. Кульминацией первого оборонительного этапа станет танковое сражение под Прохоровкой, которое будет уже поворотным моментом Курской битвы. Если соотнести наше техническое оснащение и техническое оснащение немецко-фашистских войск, то мы увидим, что в 1941 и 1943 годах неоднократно картина приобретала диаметрально противоположные значения. мы привыкли себе воспринимать гитлеровский вермахт это самая моторизованная армия в мире. Да, это факт, аспаривать это глупо. И действительно, это, наверное, самый сильный враг, который приходил на нашу страну. Но вместе с тем, не следует забывать, что наша боевая техника на начальном этапе Великой Отечественной войны наши танки Т-34 и особенно КВ, они превосходили по своим тактико-техническим характеристикам весь танковый парк Третьего Рейха, который на тот момент состоял на вооружении. Если мы говорим о Курской битве, то вот эта картина технического превосходства, она диаметрально стала противоположной. Вот мы видим, так сказать, главную надежду панцерваффе немецких танковых войск летней кампании 1943 года. Это тяжелый танк Т-6 или Тигр. Он превосходил наши боевые машины по своим тактико-техническим характеристикам, потому что, допустим, вот, чтобы поразить Тигр нашей Т-34-ке, надо было подойти к нему на 500 метров в борт или в бак. Тигр поражал Т-34-ку с двух километров. Вот, можете посмотреть, вот, собственно, Тигр, а вот наш танк Т-34-76. В немецко-фашистских танковых войсках в панцерваффе даже была инструкция в бой с Т-34 не вступать, потому что, действительно, по большинству своих характеристик танк Т-34 превосходил все имевшиеся в вермахте образцы бронетанковой техники, но вместе с тем противник брал другим. Противник брал тем, что он имел гораздо больше, нежели Красная Армия, опыт оперирования вот теми самыми танковыми соединениями. Наши танкисты противопоставили достоинства своей боевой техники к достоинствам техники немецкой. Да, пушка длинная, да, бьет с двух километров, поражает нашу технику, но вместе с тем наши танкисты неоднократно шли на таран, шли в ближний бой, потому что пушка длинная, очень долго вращается башня, и 34-ки могли подходить на 500 метров и расстреливать борта тигров в УПО. Свыше 20 танковых таранов было совершено летом 1943 года, 12 июля 1943 года на Прохоровском поле. Небольшой брусок металла со стеклом. Это смотровой прибор немецкого тяжелого танка Panzer VI или Tiger. Вот того самого Тигра, на который военное политическое руководство Третьего Рейха возлагало большие надежды в грядущей летней кампании 1943 года, и с которыми наши предки столкнулись на Курской дуге. У тех, кто прошел Великую Отечественную войну, слово Tiger очень долгое время ассоциировалось не с хищной полосатой кошкой, обитающей с тяжелым немецким танком. Не умаляя подвига 5-й гвардейской танковой армии, сражавшейся на Прохоровском поле, мы не имеем права забывать и обязаны говорить о подвигах тех героев, которые сражались на направлении главного удара, на Баянском, на Карачанском направлениях, о танкистах 1-й танковой армии, стрелковых соединениях 6-й и 7-й гвардейских армий, которые дрались на направлении выдержали в первые дни Курской битвы удары танковых кулаков вермахта и дали возможность затем для вот этого самого контрудара на Прохоровском поле, затем дали возможность для перехода в контрнаступление. Один из тех паровозов, которые в 1943 году доставляли все необходимое для войск Воронежского фронта по железной дороге Старо-Оскола-Ржава. Эта железная дорога была построена за 32 дня женщинами и подростками с территории современной Белгородчины. За 32 дня ими было проложено 95 километров полотна железной дороги. Одна из участников строительства железной дороги Старо-Оскола-Ржава вспоминала «В те трудные далекие годы нам было по 18-19 лет. Такой возраст в жизни человека называют цветущим, но некогда было нам цвести как надо. Нас и бомбили, нас и обстреливали, а мы работали по 12 часов, делали все. Мы привозили из Старого Оскола шпалы, мы их раскладали, мы рельсы тянули, рельсы ровняли кувалдами, и эта дорога не была у немца на карте. Вот такой подарочек мы им сделали. Действительно, железная дорога Старо-Оскола-Ржава действует до сих пор, ее называют Дорогой Победы, потому что 16 июня 1943 года началось строительство, а 16 июля по дороге пошли первые эшелоны со всем необходимым победу советских войск на Курской дуге. 3 августа 1943 года Красная Армия начинает Белгородско-Харьковску наступать на операцию, получившую название полководец Румянцев. Название было выбрано специально, потому что Петр Александрович Румянцев-Задунайский это один из выдающихся русских полководцев 18 века, который одержал ряд громких побед. Учитывая, что в гитлеровской Германии был настоящий культ Фридриха Второго Великого, одного из лучших королей-полководцев своего времени, выглядит очень символичным то, что операцию по освобождению Белгорода назвали в честь полководца, который неоднократно наносил армии Фридриха Великого болезненные поражения. 5 августа 1943 года Красная Армия занимает Белгород. Первыми в Белгород ворвались воины 89-й гвардейской стрелковой дивизии, 305-й стрелковой дивизии, 23-го гвардейского авиационного бомбардировочного полка дальнего действия. Всем этим соединениям было присвоено почетное наименование Белгородский за то, что они первыми ворвались в Белгород. расплавленный двигатель танка Т-34. Т-34, что довелось испытать нашим предкам в сражениях Великой Отечественной войны, но наши предки выстояли, сумели победить, сумели сломать хребет самой моторизованной армии в мире. Вы видите фотографии первого победного салюта, который был дан 5 августа 1943 года в честь освобождения городов Орла и Белгорода. 12 артиллерийских залпов из 124 орудия знаменовали победу и освобождение старинных русских городов Орел и Белгород. Там же, за моей спиной, вы видите список героев Советского Союза. 181 человек был удостоен звания Героя Советского Союза за отличие на Белгородско-Харьковском направлении Курского выступа. За каждой фамилией в этом списке человеческая судьба. Многие из тех, кто здесь представлен, отдали свою жизнь за то, чтобы сегодня мы могли жить и наслаждаться жизнью. Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, дважды Герою Советского Союза, почетному гражданину города Белгорода. Он не случайно находится в Белгороде, потому что именно войска Степного фронта, которым командовал Иван Степанович Конев, 5 августа 1943 года освободили город Белгород от немецко-фашистских захватчиков. Иван Степанович Конев является по праву одним из творцов победы в Великой Отечественной войне, одним из когорты тех, кого называют полководцы победы. Окончание оккупации это тоже знаковая вещь. Белгород освобожден у нас 5 августа, причем 5 августа освобождена такая центральная часть Белгорода, а Сапруновка еще находится под немцем. Белгород превращается в такой транспортный хаб, через который идут войска освобождать Харьков. 9 августа был большой митинг на центральной площади, уже около 5 тысяч человек. То есть люди начали возвращаться, постепенно начали возвращаться. Первым делом, что создавали восстановительно-строительные бригады, которые просто разбирали вот эти завалы, где возможно собирали кирпичи и пытались восстановить стены домов, стекла интересным способом восстанавливали банки из консервного завода, брали и вот в оконную раму вмазывали. В этих условиях буквально за 20 дней умудряются восстановить по минимуму школы, как-то застеклить их. В общем, люди приходят какие-то над своими табуретками, с розетками приходят, на газетах пишут. Ну, понятное дело, не хватало учебников, не хватало тетрадей. Писали иногда на этих немецких наклеенных, срывали с этой стороны приказ или распоряжение какое-нибудь немецкое, а с обратной стороны писали. Ну, а что стало сделать? Бумаги нет, централизованно это не поставлялось. Знаете, существует такое мнение, что Белгород был разрушен в чебе. Есть немецкие аэрофотосъемки разведочков, которые летали над Белгородом осенью 43-го года, уже после освобождения Белгорода. Ну, анализ этих фотографий говорит о том, что большинство домов осталось целое. Да, наверное, они были посечены осколками. Есть такие фотографии, где есть остров дома стоят. Некоторые дома без крыши стоят, потому что видно сверху стены и все. Думаю, что это выгорело дом, выгорело с перекрытиями, не было же железобетонных перекрытий, были деревянные, что это выгорело полностью. Рядом стоит маленький домик, там хатка, наверное, может даже соломинные крыши, деревянные крыши, она не выгорела, крыша цела. А вот рядом стоит мощный дом, двухэтажный, причем там таких серьезных людей, которые там до революции, скажем, того же Чумычева, купца, добротный дом, и у него нету крыши. Я думаю, что вот эти добротные дома просто были разобраны, как лес использовался, их разобрали на укрепление немцев. Освобождением города Белгорода, освобождением Орла, который был освобожден в тот же день, что и Белгород, 5 августа 1943 года, Курская битва не закончилась. Она закончилась 23 августа 1943 года освобождением Харькова. Общей сложности сражений длилось 50 дней и ночей. Просто вдумайтесь, 50 дней и ночей потребовалась Красная Армия, чтобы пройти расстояние 83 километра, расстояние между Белгородом и Харьковом по прямой. Когда освободили Харьков, первой задачей было восстановить движение железнодорожное между Харьковом и Белгородом. Если же говорить о потерях в Пурской битве, то 900 тысяч потеряла Красная Армия, 500 тысяч потерял Вермахт. Связано это с тем, что первый удар, который нанесли немцы 5 июля 1943 года, он пришелся в основном на части 6-7 гвардейских армий. Эти армии были укомплектованы преимущественно стрелковыми дивизиями, а против них были брошены отборные танковые соединения. Но тем не менее, наши воины выстояли, сумели сдержать натиск танковых кулаков немцев. Когда Новый год 45-й подходил, то во многих дворах, домов, особенно частных, и вот, которые больше на окраинах, где росли ели, там их украшали различными самодельными игрушками, гирляндами. То есть, пытались создать настроение. Тем более, уже шло к победе. Но бои продолжались, и Красная армия шла дальше на запад. После Курской битвы Красная армия больше не отступала. Она неудержимо шла вперед до самого Берлина. Впереди было форсирование Днепра и завершение коренного перелома в ходе всей Великой Отечественной войны. Впереди был год решающих побед 1944-й. 2 мая информация прошла сводки салону форум-бюро, что Рейстах пал, что Красное знамя над Рейстахом, что Берлинский гарнизон капитулирует. Окончательной победы не было, но ждали вот со дня на день. Впереди был победный 45-й. Долгожданная победа, которой наш народ шел долгих 1418 дней, за которую заплатил 27 миллионами человеческих жизней. Памятник генералу армии Николаю Федоровичу Ватутину. Человеку, который по праву является олицетворением ратной доблести Белгородской земли. Наш земляк Николай Федорович Ватутин принимал участие в битве за Ленинград в 1941 году. В 1942-м, в начале 1943-го года, громил немцев под Сталинградом. Летом 1943-го года, всего в нескольких километрах от своего родного дома под Валуйками, он готовил оборону советских войск на Курской дуге, командуя Воронежским фронтом, а затем войска его фронта принимали участие в освобождении Белгорода и Харькова. Участвовали в форсировании Днепра в освобождении Украины. К сожалению, Николай Федорович Ватутин не дожил до победы. В 1944-м году, в феврале, он был ранен в ногу. А 15 апреля 1944-го года скончался в госпитале. Был похоронен в Киеве на берегу Днепра. К сожалению, сейчас памятник и могила подверглись вандализму. Иосифа Родионовича Апанасенко связывает с Белгородчиной многое. Он дважды сражался на территории нашего региона. Первый раз, будучи начдивом в составе легендарной первой конной армии, показав там чудеса мужества, храбрости и героизма. Второй раз, уже во время Великой Отечественной войны, будучи заместителем командующего Воронежским фронтом. К сожалению, Иосифу Родионовичу не довелось дожить до освобождения Белгорода и до победы в Великой Отечественной войне. 4 августа 1943 года его машина была обстреляна, он был смертельно ранен. Братская могила, в которой покоится 390 советских воинов, павших в боях на Белгородчине в 1941-1943 годах. Среди тех, кто похоронен в этой братской могиле и герои Советского Союза Федор Самохвалов и Соломон Горелик, погибшие в боях за Белгород в октябре 1941 года. Они погибли, когда враг рвался к Белгороду осенью 1941-го, заживо сгорев в танке, но не дав врагу прорваться в город. К сожалению, вскоре, 24 октября 1941 года, немцы взяли Белгород, но подвиг героев Горелика и Самохвалова был не напрасным. Это был один из тех кирпичиков, на которых в итоге вырос фундамент здания нашей Великой Победы. 9 мая по воспоминаниям, по тем же запискам, которые в архивах наших хранятся, непередаваемое чувство, то есть ждать ждали, но это все равно была такая радость. Белгород восстановился, уже строится кинотеатр Родина, которого сейчас нет, только остановка осталась. Уже строится этот квартал, так называемый, сейчас называем белый квартал будущий, эти дома строятся, двухэтажные дома, опять же, для рабочих, бесплатно жилетом цивозавода. И с июня месяца начинают возвращаться домой уже с фронта демобилизованные. Белгородцы к ноябрю, по-моему, 45-го года вернулось около 10 тысяч с фронта. Еще в 46-м году небольшой поток был, ну и фактически к 47-му году уже этот поток иссяк. По указу Президиума Верховного Совета СССР каждый должен был быть обеспечен работой, жильем, демобилизованный воин. Кстати, я вам написал «Тихий, спокойный город», и вдруг он областной центр. И тут вот противоречие, тут сразу мощное вливание. Драмтеатр, Дом Советов, Патчтант, вот где в основном центральный, это сталинки такие мощные, с мощными квартирами, кстати, там и жилищные строители, жилищные фонжи, там обалденные квартиры с высокими потолками, все это строится, все это мощно, все это быстро. Самый жесткий вопрос, который всегда задают, когда говорят о Великой Отечественной войне, это цена победы. Советский Союз потерял наибольшее количество населения из всех стран, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Наша страна потеряла в Великую Отечественную войну 27 миллионов человек. И только восемь с половиной из этих 27 миллионов это боевые потери. Все остальное это потери мирного населения. Это те, кто погиб в концлагерях, кто был уничтожен айнзацгруппами, ягд и зондеркомандами. Это те, кто не перенес ужасов оккупации. Немецкие войска потеряли тоже в районе 8 миллионов, но опять же эта цифра не полная, потому что точных данных по потерям вермахта за 1945 год нет вообще. По боевым потерям у нас с немцами паритет. Я бы так сказал, что окончательно от этой войны к концу только 40-х, наверное, стало забываться все эти ужасы, все эти перипетия боев. В мирную, нормальную жизнь где-то к началу 50-х вошли. Было понимание того, что одержана действительно одержана победа. Самый страшный из войн, которые когда-либо вела наша страна. Победа, за которую было заплачено дорогой ценой. И мы должны помниться об этом, потому что это наша история. Победа в Великой Отечественной войне это вот та самая духовная скрепа, которая объединяет самые разные категории нашего населения. И не случайно говорят, что День Победы 9 мая это самый честный и самый чистый праздник в календаре наших памятных дар. Мы должны об этом помнить. за моей спиной вы видите барельефную композицию в виде Ордена Отечественной войны первой степени и указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1980 года. В соответствии с этим указом за мужество и стойкость, проявленные жителями Белгорода в годы Великой Отечественной войны из успехи достигнут в культурном и хозяйственном строительстве, наш город был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Проходит 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны и вновь на территории когда-то бывшей арены ожесточенных боев в годы Великой Отечественной ездит немецкая техника с крестами на броне, носящая имя большой хищной кошки. Тогда тигр, тантера, сейчас леопард. Но как тогда, 80 лет назад, так и сейчас большие немецкие хищные кошки оказываются бессильны против мужества и стойкости русского солдата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok